Спят усталые игрушки Привет, друзья! Я сегодня решил сделать разоблачение Station 922 МКВ Для моих закалённых в поисках, опытных и знающих хронологию событий чуть ли не наизусть зрителей это видео смысла не несёт, но я делаю видео для души, потому что хочется Поэтому представляю вам полное разоблачение Station 922 МКВ В 2008-2009 году появился загадочный ролик, события которого нуждаются в объяснении По крепипости на видео изображается многоэтажка Это девятиэтажный дом типовой серии 114-85-12 Дом изогнутый От начала проходит секунда, и из окна вылезает конечность Она цепляется за плитку дома, и вылезает всё остальное Первое, что приходит в голову зрителю, это то, что на видео суицидник, но зритель глубоко ошибается Монстр пополз по дому, и выглядело это очень реалистично Зрителю в недоумении, но ему придётся сильно испугаться, потому что существо без всякой причины начинает удлинять конечности Оно с рывками спускается Перед спуском это увеличилось до колоссальных размеров Три с половиной этажа Удумайтесь в это Он огромен Это был самый страшный момент в видео Существо резко бросило конечности к земле и опустилось Несколько секунд сущность простояла за грузовиком, но потом вышло ещё один страшный момент Пошло то оно, как типичный нетрезвый человек Если бы видео началось с того, что это пошло в сторону автора, люди бы думали, что это просто обычный высокий человек Но от увиденного до этого, люди будут думать что угодно, но не это Существо прекратило идти Автор начал отходить от окна А дальше существо влезает в окно, и мы видим его крупным планом Но у нас на это одна секунда, ведь именно столько осталось до конца 45 секундного видео Но не беда Можно отмотать на секунду назад и нажать на паузу Но люди не стали торопиться с этим, ведь не знали, что у них на это всего лишь два года Именно такое время пролежал оригинал в открытом доступе до одного печального момента 2011 год Никто ничего не подозревает И вдруг кто-то решает удалить оригинал Поначалу никто ничего не заметил, но люди начали замечать отсутствие видеоролика Постепенно небольшие комментарии на двачи превратились в популярные группы ВКонтакте Многие привязались к этому ролику Многие зависимы от поиска ролика Из-за удаления Крипипаста стала очень известной К ней мы кстати еще вернемся Удаление ролика сильно повернуло историю Но как же это произошло? Неужели такой популярный ролик смог исчезнуть отовсюду и навсегда? В этом надо разобраться Многие считают, что видео никогда не было Это можно легко доказать Первое это то, что в дате создания фото указан 2010 год Это на год позже создания видео Также там указано, что фото обрабатывались в фотошипе и не для освещения Если их увеличить, то можно заметить, что цифровой шум наложен искусственно СТ-922 говорили, что шумы при осветлении становятся виднее Но этими скриншотами я доказал, что с этой камерой это не так Я именно доказал, а не переубедил их Они не поменяли свое мнение Сам палочник выглядит нереалистично Второе это бессмысленное название Станция 922 МКВ Тут понятен только формат видео МКВ Название фейк, однако формат был действительно МКВ Это факт Третье это 13 заповедь интернета Но что делать с кучей свидетелей, которые описывают видео примерно одинаково Если показать им фотографии, то они сразу вспомнят оригинал или реверс Я склоняюсь к тому, что такое видео действительно было, но вирусным оно не было По описанию Владимира Цайтусова видео не набрало и двух тысяч просмотров Видео было, по нему сделали крепи-посту Хотя лучше бы ее не было, там вранье и все Никаких неполадок с системой, никакого спального района Москвы, никакой соседней многоэтажки О про военных я вообще молчу Там даже не оригинал, а реверс описывается Именно о нем я рассказывал вначале Давайте разбираться Сначала я расскажу про дом, так как это нам понадобится в дальнейшем разоблачении крепи-посты Дом находится не в Москве, а в Перме На улице Веселая стоит дом один Это то, что нам надо Посмотрите на этот дом Рассмотрите плитку, окна и лоджии Для зрителей, которые не знают, что такое лоджия, скажу Это такие балконы Поняли, почему в крепи-посте написано о соседней многоэтажке? Вид из окна закрывает часть лоджии Для тех, кто уверен, что это крупные плиты, которые почти всегда видны На торцах, скажу, это не так Дом точно тот Это доказано Про военных, которые расследовали дела девяти человек Пропавших за тридцать восемь лет Скажу, это ложь Ведь автор крепи-посты даже города не знал Думаю, про поломку компьютеров говорить вообще не стоит Полная чушь Скрипи-посты и существованием видео разобрались Теперь перейдем к последствиям Кроме того, что история стала сильно популярной Она спровоцировала разных авторов на создание других видео Первым стало Ростов-на-Дон Видео было снято в 2013 году На видео торец одного из домов на улице Зорве Ночь В верхней части дома появляется еле различимое пятно Позже из этого пятно вылезает конечность Затем голова Потом можно различить всего черного и тощего гуманоида Попавшего под свет далекого фонаря На пятом и шестом этаже он начал поворачивать в бок После чего пополз по темному фасаду Автор комментирует это с матом и отходит от окна Шло время Видео набирало популярность Восьмого декабря 2013 года на испанском канале ОКСЛАКИНВЕСТИГАТОР Что переводится как ОКСЛАКИНВЕСТИГАТОР Вышло видео Что сделал монстров Блэндэе Для кого-то это был революционный день Но новость 6 июля 2019 года Повергла бы их в шок Оказалось, что это полная 3D сцена с текстурами вот этого фото Но главное, что был найден дом, где сняли видео Его раскрыл сам автор Он написал об этом в группе И скинул ролики создания проекта Группа называть дом автора не стала Но я и Фейхвзлом смогли найти этот дом Зачитываю точный адрес Россия, город Ростов-на-Дону Улица Зорге Дом 39, корпус 1 Это дом из видео Кроме этого фейха Было ещё несколько фейков Тот, что проигрывается у вас на экране Это самый лёгкий из всех существующих Сейчас я покажу вам, как он создавался Самое удивительное это то, что многие люди не только верили в то, что это другое видео, но и считали, что этот монстр существует Хотя выглядит это так, будто по стене ползёт монстр размером с двухэтажный дом, а оператор к дому почти вплотную подошёл Выглядит и звучит это нереалистично И люди в это верят Там звука нет, а про неравномерные чёрные полосы я вообще молчу Видео преподносилось как видео из Москвы и из Санкт-Петербурга Это самый нелепый, но невероятно успешный фейк Следующее видео более интересное Первое видео, где монстр изображён днём Снято видео на камеру GoPro Поэтому эффект рыбьего глаза Существо зелёное, как и деревья И конечно его трудно заметить внизу Но зрителю придётся ужаснуться Ведь позже существо увеличится до размера дома Оно перейдёт с одной половины на другую И скроется на крыше здания Несмотря на то, что существо кажется нереалистичным Оно отражается в окнах дома Но почти сразу оказывается Казалось, что видео фейк Автор, демон-оператор на ютубе А в жизни Дмитрий Катаев Сделал видео, где рассказывал, как делал это и другие видео Дмитрий человек неплохой Для него сделать видео Это способ развлечь себя и аудиторию А не обманывать видеороликами зрителя И я вам говорю, это не фейк Это развлечение автора У него были и другие видео С чем-то вроде полочника Но не совсем Я не могу показать вам эти видео Ведь мы с Дмитрием Катаевым договорились Что это последний ролик Где я использую его материалы А использовать его видео Слишком много Мне как-то неудобно Переносимся в наши дни Сейчас много фейков от школоты Фейк отрывков от подростков И позорища от какого-то дна Ничего не остается кроме того Чтобы строить теории Но можно попробовать поискать Есть видео с очень интересным названием Но на деле это обман Но снова я натыкаюсь на интересный сайт С интересной историей На сайте канал Россия 1 лежал оригинал В веб-архиве его не оказалось Поэтому я решил проверить названия Которые там указаны Но ничего не вышло Зато я смог найти то посмешище Из видео с Найкса Третья версия вообще посмешище На котором автор заснял Просто двигающуюся ветку Которую он принял за палочника Вот оно Которую он принял за палочника 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...